В эфире информационно-правовая программа «Дефакто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. За время проведения операции МАК уничтожено 65 тонн наркосодержащих растений. Профилактическая акция «Ребёнок. Главный пассажир» проводится в Гомельской области. С начала этого года изъято более 31 тонны самогона. 634 факта незаконных посевов наркосодержащих растений, из которых 186 посевы МАКа и 448 дикорастущей конопли, выявлено в ходе проведения на территории области специальной программы МАК. За время проведения операции было уничтожено 65 тонн зелёной отравы. Возбуждено 286 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотических средств и привлечено к административной ответственности за культивирование смертельных растений 257 граждан. Было выявлено пять помещений, приспособленных для выращивания марихуаны. Так, 47-летний житель областного центра на своём дачном участке в агрогородке Прибытки Гомельского района, помимо овощей и фруктов, культивировал коноплю. Урожай уносил домой, где зелье сушилось и готовилось для собственного употребления. На момент задержания мужчина находился в наркотическом опьянении, вызванного потреблением наркосодержащего растения марихуаны. Культивировал он дикорастущую коноплю у себя на дачном участке и в дальнейшем сушил и употреблял. Гомельчанин в порядке 108-й статьи Уголовно-профессионального кодекса задержан и содержится в ВВС. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1-й 328-й статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. И за выращивание наркосодержащего растения и переработку в дальнейшем его в марихуану по санкции статьи мужчине грозит ограничение свободы до 5 лет, а также лишение свободы от 2 до 5 лет. В ходе осмотра было изъято 140 грамм вещества растительного происхождения. Согласно экспертизе, данное вещество оказалось марихуаной. Сотрудникам нашего отдела было поручено производство срочной экспертизы, согласно выводам которой представленное растительное вещество являлось опасным наркотическим средством марихуаной. По факту незаконного выращивания и переработки растения в марихуану возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. 28 сентября возле Жлобина произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель МАЗа не пропустил легковушку на перекрестке. Водитель грузовика ехал со стороны Малевичей в сторону Жлобина и на закруглении дороги вправо выехал на полосу встречного движения для съезда на второстепенную дорогу. При этом не уступив дорогу водителю легкового автомобиля. Как следствие произошло столкновение. В результате ДТП водитель Volkswagen Golf, 49-летний мужчина, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена с различными травмами в больницу. На Гомельщине за 5 лет в ДТП погибли 17 детей. 295 получили травмы. При этом по вине водителей произошло 212 аварий из-за детей 82. В этом году один ребенок погиб, 39 получили повреждения. К слову, большинство из них были пассажирами. Сейчас на территории региона проводится профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир». Мероприятие направлено на пропаганду детских удерживающих устройств и безопасной перевозки несовершеннолетних. С начала года за нарушение этих правил к ответственности привлечено 4000 водителей. Напомним, что дети в возрасте до 5 лет обязаны находиться в автомобиле в специальных креслах. В возрасте от 5 до 12 лет можно использовать бустер или направляющий для ремней безопасности. Данные устройства помогают пристегнуть ребенка так, чтобы штатный ремень не давил на шею ребенка. Были такие дорожно-транспортные происшествия, в которых от автомобилей ничего не оставалось, они не подлежали восстановлению. Взрослые участники ДТП попадали в реанимацию, а дети, можно сказать, отделывались легким испугом благодаря тому, что находились в автокресле. Осенняя погода заметно усложняет ситуацию на дорогах. Ранние сумерки, дожди и туманы обычно приводят к росту количества ДТП в этот период года. Недолго осталось ждать и первых морозов. Госавтоинспекция настойчиво рекомендует водителям вовремя подготовить автомобили к эксплуатации в зимний период. Больше пяти тысяч штрафов прошлой зимой заплатили водители за езду на автомобилях с летними шинами. Сотрудники госавтоинспекции вспоминают, когда резко изменилась погода, ДТП фиксировали буквально через день. Причем в некоторых случаях машины образовывали целые аварийные паровозы. Были примеры, и начальники ГАИ выходили и останавливали руками транспорт, который был на Советской, где спуск. Когда был гололед, просто руками попытались остановиться, потому что водитель нажимает на тормоза, она медленно, потихоньку катится, катится вниз. Потому что инспектора руками ее притормаживали, чтобы не допустить ДТП. Были случаи, что было и по 15 дорожных на одном месте. С 1 декабря за участие в дорожном движении автомобиля с летними шинами начнут штрафовать на одну базовую величину. Правда, не исключено, что морозы заявят о себе и раньше декабря. Потому что сейчас инспекторы ДПС дежурят на главных транспортных артериях области и кроме штатной проверки документов напоминают о необходимости подготовки автомобиля к смене температурных режимов. Ну, конечно, естественно. Каждый год к зиме готовимся, как положено. Резину меняем, масла меняем, фильтра меняем. Ну, как положено все. Ну, потому что это нужно, да. На безопасность влияет все. Госавтоинспекция обращается к водителям, чтобы не затягивали, а подготовили автомобиль до наступления холодов. Борьба с производством и сбытом контрафактной алкогольной продукции является одним из приоритетных в деятельности правоохранительных органов. Органы внутренних дел наиболее активные участники в этом направлении. Милиционеры практически ежедневно выявляют и пресекают незаконную деятельность граждан. Работа по минимизации незаконного оборота спиртного ведется по всем фронтам. Алкоголь нередко сомнительного качества течет рекой к нам из-за пределов нашей страны. И если потоки западных и южных рубежей сдерживаются пограничниками и таможенными органами, то северное и восточное направления, а также незаконное производство и продажу внутри страны во взаимодействии с другими структурами контролируют органы внутренних дел. Наиболее ярким примером работы последних дней явилось пресечение противоправной деятельности гражданина Казахстана, который на территории Республики Беларусь занимался реализацией алкогольной продукции посредством сети интернет. В результате проведенных мероприятий у последнего изъято 220 бутылок коньяка различных марок. Указанный гражданин привлечен к административной ответственности. За истекший период текущего года изъято более 31 тонны самогона и самогонной браги и 27 тонн контрафактной спиртосодержащей продукции. Управление охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома обращается к гражданам, которым стали известны факты незаконного оборота алкогольной продукции. Сообщать о них по телефону горячей линии 46 44 44. В очередной раз испытать свою судьбу решил житель Речицы. Прошедшую субботу полуживого мужчину вытащили из горячей квартиры спасатели. Сообщение о пожаре в доме по улице Заслонова поступило в 13.50. По прибытии спасателей к месту вызова из-под кровли двухквартирного деревянного дома шел дым. В доме могли находиться люди. Ни секунды, ни медля огнеборцы проникли внутрь горевшей квартиры. Звеном газодомозащитной службы на полу был обнаружен хозяин квартиры, который с диагнозом отравления продуктами горения доставлен в Речицкую районную больницу. Как позже удалось побеседовать с его женой, было установлено, что мужчина только за сентябрь месяц уже чуть два раза не спалил дом. Ну и вот 1 октября такой случай мог стать летальным. Предварительная причина пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении. Поэтому необходимо еще раз напомнить нашим гражданам, что установка автономного пожарного извещателя может обезопасить вас от таких последствий. Пожар был ликвидирован в течение 10 минут. В результате повреждено потолочное перекрытие на площади, закопчены стены дома, повреждена входная дверь на кухню. С начала этого года в области произошло 588 пожаров, на которых был спасен 51 человек. Оборвались жизни 45. На базе филиала Университета гражданской защиты МЧС гомельские исследователи провели учебно-методический сбор по организации проведения первоначальных процессуальных действий при расследовании преступлений, совершенных в чрезвычайных ситуациях. На учениях побывали наши корреспонденты. По замыслу учений террористическая группировка с целью дестабилизации обстановки в Гомеле организовала в центральной части города массовые беспорядки и серию терактов. Для реализации своего плана преступники спровоцировали столкновение между спортивными фанатами и сотрудниками милиции, в результате которого был убит один из участников беспорядков. После погрома на стадионе члены преступной группы, манипулируя агрессивно настроенной толпой, направили ее к стратегически важному объекту областного значения. Далее по сценарию деловой игры произошло несколько взрывов, убийство их исполнителя, захват заложников и попытка преступников скрыться из города на угнанном самолете. По легенде сбора по факту массовых беспорядков возбудили уголовное дело, к расследованию которого приступила созданная следственная группа. Специфика этого сбора заключается в том, что она носит интерактивный характер и следователи, которые принимают в нем участие, должны при надлежащем и качественном проведении осмотров получать доказательства непосредственно на том месте осмотра, который они проводят. В случае, если они устанавливают эти обстоятельства или вещественные доказательства, они получают цепочку, ведущую к следующему осмотру. Ну и, соответственно, таким образом, по легенде, они должны установить предполагаемого преступника. При этом мы попытались использовать ситуации, которые, на наш взгляд, являются наиболее сложными в проведении осмотров. Это ситуации, где территория осмотра значительная по площади, где присутствует значительное количество потерпевших, где задействовано большое количество различных служб при устранении последствий. То есть там, где необходимо проявить навыки и способности организации, именно организации деятельности на месте. Сотрудники городского следствия на протяжении нескольких часов работали над раскрытием замысла преступной организации. Следователи осматривали места происшествий и путь движения преступников, обнаруживали и изымали следы преступлений, назначали экспертизы, обменивались оперативной информацией между подгруппами и выходили на скрытые места происшествий. После окончания деловой игры организаторы учебно-методического сбора подробно проанализировали качество выполнения сотрудниками практических и теоретических заданий, оценили уровень профессионализма и слаженности действий, предложили способы усовершенствования проведения отдельных следственных действий. Учиться никогда не поздно, а учиться на подобного рода мероприятиях это дорогого стоит, потому что свои знания, теоретические знания, всегда есть возможность положить на практику. И сегодняшние занятия показали о том, что нам еще стоит подработать над своей профессиональной подготовкой. Такие многоступенчатые вводные, которые сегодня были поставлены нам сотрудниками центрального аппарата, сыграли свою плодотворную роль в получении дополнительных практических навыков сотрудниками городского следствия. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадио компании «Гомель». Если вы стали свидетелем происшествия, свои видео и фотоматериалы вы можете присылать к нам на электронный адрес defactogomelsobaka.gmail.com Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова